Ну, сынок, вот, держи, насобирали. Пять тысяч, как и просил. Ты издеваешься? Стал бы я где-то тащиться до такой ерунды. Мне пять тысяч долларов надо. Как долларов? Да ты что, сынок, что случилось-то? Проблема у меня, пап. Серьезная. Ты, это, кредит можешь взять? Да у меня у самого еще долг не погашенный. Ладно, понятно. Подожди, Лень, деньги будут. Нин, посмотри, какая тачка. Прикинь, мы на такой на работу за роли. Кто это нам решил выходной испортить? Нин, готовь запуск. Нам кость пожаловал. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Илья, я только что пообщался с участковым. С Зотовой работали в сетевом продуктовом магазине. Женщина продавцом, ее муж охранником. Оба не вышли на смену. Не отвечали на телефонные звонки, не открывали дверь. Сослуживцы вызвали полицию. Могу предположить, что Зотовы отравились суррогатным алкоголем. И умерли во сне. Да, и еще, Дмитрий Петрович, ноутбук. А ноутбук не выключил. Вероятно, им супруги пользовались ненадолго до смерти. Надо будет передать нашим экспертам. У Алексея Борисовича Зотова есть сын Леонид от первого брака. Живет он с матерью и отчимом. А у погибшей Нины Трофимовны из родных только сестра в подмосковном Лисецке. А, ну все. Квартира перешла к Зотову по наследству от родителей Алексея. Ну, в общем, скромная семья обывателей. Только вот запросы у них не слишком скромные. В последнее время Зотовы активно посещали сайты элитных автосалонов, а также интересовались отдыхом на тропических островах. Следов взлома и граблений нет. Да и крабить тут нечего. Погибшие явно были не из богатых. А коньячок не из дешевых. Так, если верить этикетке, 10 лет выдержки. Так, может подделка. Вроде никто не сидел, а пятно свежее. Смерть обоих супругов наступила вследствие провлеча дыхательного центра и нарушения кровообращения. А причина? Летальная доза снотворного на основе фенобарбитала. Супруги скончались во сне вчера вечером в промежутке между 17 и 18 часами. Двойное самоубийство? Не исключено. На телах жертв следов насилия не обнаружено. Единственное, что меня смущает, вот эти волосы я обнаружил в верхней части пищевода женщины. Может быть, они попали в организм вместе с пищей? В желудке я никаких фрагментов волос не обнаружил. В рюмках погибших Зотовых было спиртное с фенобарбиталом. Так что супруги перед смертью решились побаловать шикарным коньячком. Я думаю, что шикарный коньяк им был не по карману. Шустов говорит, что это фальсификат. Шустов ошибается, я сейчас докажу. Держите. Ну-ка. Считайте, пока капли не стечут. Давайте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чтобы проверить качество коньяка, дегустаторы вращают бокал с напитком, а потом считают время стекания капель по стенкам бокала. Слеза десятилетнего коньяка за семь секунд преодолевает расстояние в три сантиметра. Ну, как и в нашем случае. Так что коньяк приличный и соответствующей цены. Не знаю, я не вижу коммунального следа смерти Зотовых. Это больше напоминает суицид. И в чем его причина? Ну, не знаю, может у кого-то у супругов была неизлечимая болезнь или приступ депрессии. У двоих сразу? Причем такой внезапный, что они даже прощальные записки не оставили. И как связать суицид с интересом Зотовых к экзотическим курортам? Галина Николаевна, пятно на столе погибших Зотовых, это чай. На столе даже чайной чашки нет. Может, пятно старое? Нет, даже процесс испарения еще не завершился. Значит, если мы отвергли версию с суицидом, у Зотовых был кто-то третий, кто и принес отравленный коньяк, а сам пил чай. И когда Зотовы уснули, забрал чашку. И думаю, что этот третий хороший знакомый Зотовых. Они даже не переоделись к его визиту. Или близкий родственник, или кто-то с бутылкой заскочил по-соседски. В общем, надо опросить соседей покойных связаться с сыном Зотова, а также выяснить, когда Зотовы сели за стол. Они же не сразу умерли. Целую бутылку успели перед этим осушить. Добрый день. Здравствуйте. Федеральная экспертная служба. Майор Круглов. Говорят, что вы сосед Зотовых? Редькин Григорий Иванович. Парафессор математики. Живу на той же площадке. Григорий Иванович, вы не заметили вчера днем к Зотовым кто-нибудь приходил? Я никого не видел и не слышал. Зотовы вчера сами ко мне заходили с парадуктами. Ну, кто мог подумать, что я их в последний раз вижу. А Зотовы они в доме с кем-нибудь конфликтовали? Вроде нет. Они вообще были такие тихие, неприметные. А сын Зотова от первого брака знаете? Леньку, да, конечно, знаю. Тот еще Аполтус. Он отца своего навещает часто? Нет. Только когда деньги были нужны. А Зотовы сами жили от зарплаты до зарплаты. Даже у меня порой пенсионера занимали для него. Так а что, семья Леонида бедствует? Я бы не сказал. Отчим у Леньки бизнесмен какой-то. Но он для пасынка только на тумаки. Щедрый. Хочу по концентрации алкоголя в крови Зотовых определить время, когда они сели выпивать. Что у тебя? Волос обнаруженный в пищеводе Зотовой. Человеческий. Ее? Нет. ДНК не совпадает. Так чей же он? Галина Николаевна, родители Леонида Зотова не видели его с вчерашнего дня. Мать парнина сказала, что недавно Леонид разбил машину отчима. И тот его избил. А еще Леонид искал деньги. Думаю, он должен был обратиться за помощью к отцу. Зотов Леонид Алексеевич, 18 лет. Учился в УЗИ на экономиста, но был отчислен с первого курса. Официально нигде не работают. Предпочитают клянчить деньги у родителей? А еще и подворовывают. Был задержан за кражу в магазине, но его отпустили. Сумма украденного была ниже нижнего предела, с которого начинается уголовная ответственность. Да уж. Закон о послушном Зотова младшего не назовешь. Это точно. И парень вполне мог отравить отца с мачехой. И зажил площади. Квартира у Зотовых, конечно, небольшая. В спальном районе. Но Леонид бы зажил отдельно от ненавистного отчима. А где он коньяк раздобыл? Украл. Пришел к отцу в гости с угощением. Да. При этом сам пил чай, чтобы не вырубиться. Попробуй заперинговать сигнал его мобильного. Простите, но, Григорий Иванович, пора на процедуры? Да, конечно. Мы уже обо всем поговорили. Вы медсестра. Сестра Сиделка. Сестра Милосердия. Сиделка у меня была из соцзащиты, так как та не брезговала у меня даже продукты из моего холодильника, так сказать. Вот спасибо соседям покойным Зотовым. Риту мне порекомендовали. А вы знали погибших? Да, конечно. Че-то Нина, родная сестра, моя мама. Мои соболезнования. Так мы свободны. Еще один вопрос. Вы вчера были у Григория Ивановича? Да, конечно. Я каждый день его навещаю. До двух часов дня. Мне ведь потом домой в Лисецк нужно еще добираться на электричке. Вы запишите, пожалуйста, свои данные. Вдруг нам понадобится что-нибудь уточнить. Игорь, я думаю, нужно проверить алиби племянницы Зотовых. Может быть, у нее был мотив убить родственников? Личное неприязнь или наследство ее мать со своей сестрой не поделили? Давай. Галина Николаевна, я засек телефон Леонида Зотова. Ну и где наш беглец скрывается? Он находится по адресу своего покойного отца. Точность плюс-минус 10 метров. Слушайте, сдается мне Леонидича в квартире Зотовых. Она же опечатана. Зотов? Леонид Алексеевич, я из полиции. Хочу поговорить с вами по поводу смерти вашего отца. Зотов, остановитесь! Черт! Какой брыбки! В собственной квартире обнаружены трупы Алексея и Нины Зотовых. Супруги скончались от смертельной дозы снотворного. В отравлении подозревают сына Алексея от первого брака Леонида. Молодой человек нуждался в жилье и мог убить супругов из-за квартиры. Лидия Ивановна, а какие отношения у вас были с сестрой и ее мужем? Хорошие. Родственные. Нина с мужем сами жили небогато, но помогали, чем могли. Вот, Риту устроили на хорошую работу. Так уж хорошую. Рита ведь тратит на дорогу часов пять, не меньше. А что делать? У нас в Лисецке работу медсестры найти непросто. А Редькин платит, у него профессорская пенсия. Плюс пенсия по инвалидности, да еще столичные надбавки. Может себе позволить. Да и к тому там Рита всего работает полдня. А к шести вечера она уже дома. А вот скажите, вчера она вернулась в это же время? Вчера ее с электрички жених встретил, Денис Глухов. Он ее домой и привел. А где найти этого Дениса? Денис Глухов Парень, ты живой? Да жив, жив вроде. Давай вставай, вставай, акробат. Отвезу тебя в больницу. Спасибо. Только смотри, чтобы на допросе был как огурчик. Да, я вчера встретил Риту на станции, потом пошли в пиццерию. А в какую пиццерию? В пиццерию под названием пиццерия. Она у нас одна в городе. Вот, потом проводил ее домой, ей надо было с утра ехать к этому старикану. Я так понимаю, профессор Редькин вам не по душе. Конечно, не по душе. Я как себе представлю, как она его моет. Вот эта станция, с которой племянница Зотовых отправляется домой. Электрички отходят в 2.30 дня, в Лисецк прибывает в 6 вечера. А в плане седьмого Риту и Дениса видели в пиццерии, так что у нее алиби. Но она могла прийти к Зотовым с отравленным коньяком, скажем, около двух часов, посидеть немного, попить чай и уйти. Не могла. Я изучил концентрацию алкоголя в организме покойных Зотовых. Печень превращает спирт в устный альдегид. И судя по его концентрации в их телах, пить коньяк они начали не раньше 16 часов. Ну, значит, Риту можно исключать из числа подозреваемых. Как вы себя чувствуете? Нормально. Только не понимаю. Меня задержали за то, что я к родному отцу в квартиру зашел? В опечатную квартиру. А еще мы подозреваем, что вы своего отца и отравили. А также его жену. Да вы что? Это кем надо быть? Чтобы родного отца? С какой целью вы проникли в квартиру? Мне деньги нужны были. Срочно. Отец обещал помочь. А что у вас такое случилось, что вам так срочно понадобились деньги? Неделю назад я взял машину отчима. Тайком. Ну, с девчонкой покататься. Ночью ехал из клуба домой. Выбивши. Ты что творишь, придурок? Ты что, тварь? Тебе сейчас научу машину водить. В общем, я попал. Приехал ДПСник. Взял тест на алкоголь. Составил протокол. И предложил откупиться? Ну, да. Сначала объявил две тысячи долларов. Утром позвонил и сказал, что у одного из потерпевших серьезная травма. И поднял цену до пяти тысяч долларов. Либо даст ход протоколу. Тут я обратился к отцу. Ну, откуда у вашего отца такая сумма денег? Не знаю. Отец сказал прийти в воскресенье за деньгами. Я был у него в три часа дня. Денег, конечно же, не было. Я так и знал. Ты даже пальцем не пошевелил, чтобы мне помочь. Тебе всегда было на меня плевать. Ты можешь подождать еще один день? За каждый день просрочки мы платим дополнительно. Да говорю же тебе, деньги будут. Завтра. Вот смотри. Че это за бумажка? Это квитанция, по которой я получу выигрыш в лотерею. Я сорвал джекпот. И вы ему поверили? У меня не было выбора. Да и зачем бы отец стал хранить бесполезную бумажку в себя в шкатулке? После разговора с ним я встретился с вымогателями. И говорил их подождать еще один день. Но отец и тут меня подвел. Он умер. И вам пришлось лезть в печатную квартиру? Ну да. А парни ждали меня в своей машине, когда я вернусь с квитанции. А почему они потом от вас отделались? Ведь чуть не убили. Квитанцию я не нашел. И они подумали, что я вожу их за нос. А тут еще вы. Вот они и кинули меня к вам под колеса. Да парень типичная жертва автоподставщиков. Его подрезали на пустой дороге. И кинули в фару какой-нибудь предмет. А когда поняли, что он на крючке, задомили цену. Но это не снимает с Леонида подозрение в убийство. Может быть, зод похвастался выигрышем перед сыном, но отказался ему помогать. Тогда тот убил отца и его жену. Да, но у Леонида не было при себе квитанции. И у Зотова в квартире тоже. Мы тщательно обыскали всю квартиру. Ну а куда она делась? Может, кто-то еще знал о выигрыше? Галь. Я выяснил, что Зотов регулярно участвовал в лотерейных тиражах. Каждую неделю он покупал пачку билетов в киоске недалеко от дома. Часть из них брал для соседа-инвалида. Для Редькина? Угу. Никогда бы не подумал, что профессор математики станет тратить деньги в надежде на слепую удачу. Ну, что поделаешь. Что еще делать в его положении? Рогозина, слушаю. Очень хорошо. Я прямо сейчас направлю к вам нашего оперативника. Сотрудники ППС обнаружили машину автоподставщиков. преследуют. Я думаю, что нам тоже не помешало бы с ними пообщаться. Откройте багажник вашей машины. Подойдите ко мне. Форма сотрудника ДПС. Чистые бланки протоколов. Но объясните, что в багажнике вашей машины делают эти вещи? По анализу ДНК мы установили, что волосы обнажены в пищеводе Зотова и ее мужа. Ну, как он мог там оказаться? Одну секундочку. У мужчины на лице обильный волосяной покров. Думаю, в результате поцелуя волосы его бороды и люцов мог оказаться в ротовой полости женщины. А потом со слюной попал в ее пищевод. Звучит убедительно. Но мне понадобятся образцы волос его лица. Не забудь про брови, ресницы и носовую полость. Он во всем признался. Злоумышленники следовали за Леонидом от самого клуба. А когда узнали, что у него отчим по деньгах, так вообще решили обобрать его до нитки. Относительно смерти Зотова чем-нибудь говорил? Нет, только подтвердил, что в воскресенье Леонид после разговора с отцом встречался с ними в кафе и просидел там почти весь вечер. Значит, в гостях у Зотовых в это время был кто-то другой. И Леонид к их с мерцем не имеет никакого отношения. Леонид уверяет, что видел отца-клиптанцу выигрышного билета в воскресенье. Значит, она исчезла уже после его ухода. А кто еще мог знать о том, что Зотов выиграл лотерею? Ну, думаю, его сосед Рейкин. Ну, возможно, он услышал, как Зотов говорил сыну о выигрыше. Мог послушать через стену, например, ну, малоподвижные люди, они очень изобретательны в способах добычи информации. Ты хочешь сказать, что инвалид-колясочник, причастник к смерти соседей? А почему нет? Дождался, когда Леонид уйдет. Приехал к нему по-соседски с отравленным коньяком. Сам не пил, якобы, ввиду болезни. Потом, когда Зотова уснули, убрал чашку и украл квитанцию. А чай он мог пролить из-за того, что у него тремор, руки трясутся. Надо поговорить с Рейкиным и осмотреть квартиру. И выяснить все о его болезни. Есть. В собственной квартире обнаружены трупы супругов Зотовых. Муж и жена скончались от смертельной дозы снотворного, подмешанного в коньяк. Накануне гибели Зотов сообщил своему сыну Леониду о крупном выигрыше в лотерею. Леонид нуждался в деньгах и мог пойти на преступление. Леонида задерживают, но у него алиби. А документ, по которому можно получить выигрыш, исчез. ФЭС предполагает, что к пропаже причастен сосед Зотова, инвалид-колясочник Редькин. У Григория Ивановича очень высокое давление. Может быть, вы зайдете позже? Нет, позже нельзя. Я только кое-что уточню. Если Григорию Ивановичу станет хуже, я тут же уйду. Ну хорошо, если это так необходимо. Могу я хотя бы привести его в порядок? Да, конечно. Я подожду, сколько нужно. Да, я хорошо помню Редькину. Он к нам поступил около года назад с инсультом, после смерти жены. Его буквально с того света вытащили. И что, он совсем беспомощный? Ну что вы, Григорий Иванович очень волевой человек. Старается, где может, обходиться без посторонней помощи. Хотя, после паралича, это с таким тремером рук, тяжело в быту. А, подскажите, Григорий Иванович, принимаете какое-нибудь снотворное? Еще раз. Да, ему было выписано снотворное после его жалоб на бессонницу. А где он его обувь приобретает? Это в специализированной аптеке. Как правило, таким больным лекарства доставляют курьеры. Приличная коллекция. Презенты благодарных студентов. С тех времен еще осталось, когда я в УЗИ преподавал. Ну, сам-то я после инсульта не пью, но друзей угощаю. А Зотовых? Нет. Зотовы отдавали предпочтение водке и пиву. Я добыл в клиентской базе аптеки список препаратов, которые заказывал Редькин. Так вот, неделю назад он получил упаковку снотворного на основе феномербитала. Того самого, от которого умерли Зотовы. Да, Игорь, я понял. Григорий Иванович, покажите мне снотворное, которое вы недавно получили из аптеки. А я его использовал. За неделю всю упаковку? Вы не знаете, что такое настоящая бессонница. После такой дозы можно уснуть навсегда. Григорий Иванович, а вы знали, что ваш сосед Зотов недавно выиграл в лотерею крупную сумму денег? Нет. Первый раз об этом слышу. Григорий Иванович, вам плохо? А вы у него еще что-нибудь спросите? Добейте старика. Он же умрет сейчас. Алло, скорая? Редькин в реанимации. Мы лишились единственного свидетеля. Так, может, Редькин понял, что его разоблачили и симулировал приступ? Ну, а как можно симулировать ком? Да и какой из Редькина убийца? Он ложку-то в руках с трудом держит. Как он мог растолочь таблетки и размешать их в бутылке? Ну, а билет Зотова хотя бы у него нашли? Да нет. Хотя наши уже всю его квартиру обыскали. Игорь, смотри, вот этот пинцет я нашел на кухне. На его защипах клочок опаленной бумаги. Ну, возможно, Редькин сжигал что-то на комфортке и, опасаясь из-за тремара обжечься, использовал для удержания бумаги пинцет, который он, кстати, взял среди своих медицинских приспособлений. Может, он сжег билет? Ну, украл, чтобы сжечь. Он что, сумасшедший. Кстати, смотри. Прикладная математика. Хочешь предвидеть мне тягу? Точно наук? Дело не в этом. Смотри. Пока ни один образец волос Зотова не совпал по структуре с тем, что было обнаружено в пищеводе его жены. Остается пробовать растительность из его носовой полости. Наконец-то. Ну, и как ты это объяснишь? Посмотри. На нем что-то писали. Положил бумагу на обложку. Вот здесь, здесь похожий список продуктов. А здесь шесть крестиков. В хаотичном порядке. В хаотичном? Потому что нет веточек, в которые их вписывали. Я думаю, что в этом журнале заполняли лотерейный период. Хватит, еще чуть-чуть. Не могу, больше напился. Чуть-чуть, еще. Ну. Все. Вынимай, понимай. Не спеши. Не спеши. Что-то вы затеяли. Следственный эксперимент проводим. В некоторых странах заключенных, объявших колодовку, принудительно кормят через нос. Пробуем, как это действует. Я только что два стакана компота выпил. Все, я больше не хочу. Ну и как этот эксперимент связан с убийством Зотовых? Все дело в волосах в пищеводе. Такое ощущение, что волосы туда попали именно с такой трубки. То есть ты хочешь сказать, что трубку сначала вводили Зотову, а потом его жене? Ну, это бы все объяснило. Возможно, Редькин только усыпил Зотовых, а настоящий убийца этим воспользовался, проник в квартиру и ввел обоим спящим супругам через нос огромное количество коньяка и снотворного, что их и убило. Сначала убийца ввел снотворное Зотову, и на трубке остались волосы из его носовых ходов, а потом ту же процедуру проделалась его женой. И волосы ее мужа оказались на стенках ее пищевода. Если эта версия верна, то убийца должен был знать, что Редькин усыпил Зотовых. Он же, возможно, и помог ему растворить таблетки в коньяке. Здравствуйте. Я из федеральной экспертной службы, майор Круглов. Как чувствует себя Григорий Иванович? Я вызвал скорую, когда ему стало плохо. Мы делаем все возможное. Интересно, наши полиции все такие бессердечные, как вы? Ну, если вы по поводу Редькина, я беседовал с ним не из любопытства. Мы расследуем убийство. Одно расследуете, а другое совершаете. Таким, как вы, не место в органах. Пока меня не отстранили от дел, я попрошу предоставить мне результаты анализов больного Редькина. Вот постановление. Бумага, которую пытался сжечь Редькин, не имеет никаких степеней защиты. Ну, в общем, это не квитанция, не лотерейный билет. На обложке журнала писали список продуктов и заполняли лотерейный билет. Были отмечены цифры. Пять, восемь, девятнадцать, двадцать семь, тридцать два, сорок. Ничего себе. Эта комбинация в прошлом тираже выиграла около десяти миллионов рублей. Получается, что Джек Потт угадал Редькина? Как же квитанция оказалась у Зотова? Так, я думаю, что Зотов покупал для Редькина билеты. И после их заполнения сдавал обратно в лотерейный киоск, получал квитанцию. Он каким-то образом узнал о выигрыше соседа и решил воспользоваться его беззащитным положением. И зажал квитанцию. А Редькин оказался не так прост, и выкрал ее у Зотова. Только я не пойму, как инвалид с трясущимися руками мог так аккуратно заполнить квитанцию. Я думаю, что это кто-то заполнял. Под его диктовку? Ничего не понимаю. В крови Редькина обнаружен препарат, повышающий артериальное давление. А он мог вызвать у пациента приступ? Конечно. Этот препарат противопоказан при инсульте. И вообще, Редькин выжил только благодаря тому, что вовремя вызвали скорую. Вы уж простите меня, что я вас так незаслуженно обвинила. Совпадение почерка, которым племянница Зотовых записала для нас свои координаты, и тексты на журнале составляют 90%. Это Рита писала список продуктов и заполняла лотерейный билет. И она могла знать, что билет выиграл около 10 миллионов рублей. И что? Когда Зотову пили отравленный коньяк, или ты была в трех часах пути от их дома? Препарат, который чуть не убил Редькина, попал в его организм незадолго до моего визита. Или когда я уже был в его квартире. Может, Редькин принял его по ошибке? Вот это список лекарств из его аптечки. И лекарств, которые он заказывал в аптеке. Среди них препарата повышающего давления никогда не было. Редькин не самоубийца. Получается, что смертельное лекарство ему дала сиделка. Больше некому. Рита с самого начала была против моего общения с Редькиным. Я думаю, что это она украла квитанцию. Или Редькин дал ее сам, чтобы Рита получила для него деньги. А сиделка решила забрать выигрыш себе. Рита не ночевала дома. И телефон ее молчит. Я очень волнуюсь. А она вчера не говорила о своих планах? Нет, она торопилась сильно. Она забежала, сумку свою оставила и выскочила из дома. А где эта сумка? Можно посмотреть. Это холод, в котором она работает у Редькина? Да, она раз в неделю приносит его постирать. Но я еще не успела. Давайте я его постираю быстренько. Он грязный. Ничего, ничего. Это даже хорошо, что он грязный. Вот это район, где проживали Зотовы. Он за МКАДом. И на машине без пробы. Доехать до Лисецка гораздо быстрее, чем на электричке. Рита могла купить билет, зайти на перрон, тут же выйти и на такси доехать до Зотовых. Убить их на том же такси, приехав в Лисецк, к моменту прибытия электрички. Ну-ка. Нужно будет опросить всех этих таксистов, найти того, кто катал Риту по городу, а потом это с Лисецком. Пока мы его найдем, Рита уже и след простынет. Ну, это точно. Постой-ка. Знакомое лицо. Это же Денис Глухов, Жених Риты. И он кого-то ждет. Думаю, эта сиделка помогла Редькину растворить снотворное в коньяке. Она знала, когда он собирался усыпить Зотовых, приехала позже и добила их. Кстати, мы выяснили, что ее жених, Глухов, иногда брал машину своего отца. Вероятно, он встретил Риту на станции, отвез ее к Зотовым, а затем вернул домой. Вопрос, знал ли он, что Рита задумала, или она использовала его вслепую? И в чьих руках эта злосчастная квитанция? Да, слушаю. Поняла вас. Одну минуту. Это служба безопасности, организаторов лотереи. В их центральный офис явился владелец выигрышного билета. Денис Глухов хочет деньги получить. Неужели Глухов убил невесту ради выигрыша? Все получилось? Рита, как погибли твои тети и дядя? Нашел время расспросы устраивать. Поехали отсюда. Ты их убила? Их убил Редькин. Я только забрала квитанцию. Ты же сам мечтала о куче денег. Мы теперь поженимся и навсегда уедем из этой дыры. Прямо сейчас. Не получится. Где мои деньги? Ты что, решила меня кинуть? Сволочь! Бравость! Похоже, роль сестры милосердия вам наскучила. В машину. Квитанцию мне отдал сам Редькин, чтобы я получила для него деньги. Зачем же вы пытались его убить? Убить? Я его спасала. Спросите у вашего полицейского. На вашем халате обнаружено пятно препарата, который чуть не погубил Редькина. Я думаю, вы сделали ему укол, пока наш сотрудник находился в другой комнате. Этот полицейский что-то подозревает. Давайте я сделаю вам уколу успокоительного, чтобы вы выдержали допрос. Ой, Ритчика, какая ты умная. Что бы я без тебя делал? Не думаю, что Редькин будет молчать, когда придет в себя и узнает, что реально случилось. Да я не хотела его убивать. Но у меня не было другого выхода. Почему вы убили Зотовых? Они сами виноваты. Забрали у Редькина квитанцию. А как они узнали, что эта квитанция выигрышная? Да я дура им рассказала. Зотов пообещал мне с выигрыша сто тысяч. А я на радостях похвасталась Зотовым. А они решили, что и сами заслужили половину денег. Ведь именно Зотов покупал этот билет. И зачем старику столько денег? Думаю, на половину обойдется. Правильно, племяшка? Правильно. Деньги всем нужны. А я на свою долю свадьбы сыграю. За границей с Денисом поедем. Еще и на жизнь останется. Это на какую свою долю? Ну, с пяти миллионов. Детка, а ты тут в чем? Тебе Редькин обещал сто тысяч? Вот и радуйся. Если он, конечно, не передумает. У меня в голове все помутилось от такой несправедливости. И поэтому вы решили забрать весь выигрыш себе? Да. Редькин, в принципе, смирился с тем, что получит половину. Но я убедила его, что Зотова вообще не собирается ничего отдавать. И уговорила зайти к ним в гости, усыпить и вернуть квитанцию. А сами позже приехали на машине Дениса и ввели Зотовым через трубку смертельную дозу снотворного. Да. Денис считал, что я только украду квитанцию. А я надеялась, что мы быстро получим выигрыш и уедем туда, где нас никто не найдет. А как вам удалось заполучить у Редькина билет? Не поверю, что он расстался с ним добровольно? Конечно, не расстался бы. Поэтому я заранее заменила квитанцию в шкатулке дяди на ксерокопию. Так Редькин украл фальшивку? Да. Простую бумажку. Редькин страшно испугался, когда узнал, что Зотова мертвы. Да что же это такое? Они же должны были только уснуть. Я же рассчитал количество таблеток на массу их тел. Может быть их убило сочетание снотворного с коньяком? Ну что же теперь делать? На старости лет в тюрьму садиться. Да на этой каталке еще. Григорь Иванович, успокойтесь. Никто не подумает, что инвалид смог убить двух человек. Вот только квитанция. Что квитанция? Зотов мог рассказать о ней сыну, Леониду. И если вы получите по ней выигрыш, вас сразу заподозрят в убийстве. Ой, ты будь проклят, этот выигрыш. Зачем мне в тюрьме миллионы? Я пойду сейчас пору на мелкие клочки эту квитанцию. Уж лучше сожгите, чтобы наверняка. О, точно, Варит. Ну какая же ты умная. Поверьте, я не хотела его убивать. Но я испугалась, что он признается вашему сотруднику, а тот сразу поймет, что это я все организовала. Нет, подождите минуточку, сейчас вернусь. Здравствуйте. Как чувствует себя наш пациент? Да пока еще слаб, но кризис миновал. Ну, по нашим прогнозам, недельки через две выпишут. Скажите, он правду посадит? Я думаю, что учитывая его состояние и обстоятельства преступления, он получит условный срок. Ну ладно, только хорошо. А то жалко же его. Скажите, а что Редькин вам диктовал? Ну, если не секрет, конечно. Какой секрет? Только пришел в себя, попросил купить лотерейный билет. Вот он диктует, а я запал меня. Неугомонный старик. Вы будьте аккуратнее. Вдруг ему снова повезет.